Приветствую вас, Аноним. Я прочитаю ваш вопрос, ваш текст. Я хотел бы, наверное, лучше понять, в чем ваш вопрос непосредственно к специалистам заключается. Потому что я не очень понял вообще вот концепцию нашего вопроса. То есть, в чем он, что вы хотите от психолога, какой у вас запрос к психологу, да, то есть, что, какую проблему вы хотите решить. Грубо говоря, у вас два вопроса. Первый. Значит, не буду ли я тряпкой после этого, и будет ли она пользоваться вот этим, или надо ждать, пока извинится и позвонит, это первый вопрос. Второй вопрос. Сильно ли я загоняюсь в жизнь до депрессии, или что-то не понимаю? Ну, это вот вопрос, на который, по сути, нечего ответить с точки зрения профессиональной психотерапии. Потому что там, тут абсолютно нет никакой вот подопливки, да? То есть, грубо говоря, что значит, что вы там, например, не будете ли вы тряпкой, допустим? Что плохого в том, что вы можете быть тряпкой, если вы девушку любите. Что плохого в том, чтобы первым извиниться перед ней, если вы не любите. А вопрос другой, который вы задаете, если я загоняюсь, ну, он тоже несколько такой, я бы сказал, очень субъективный, потому что вы сами чувствуете себя, сами чувствуете то, как вы переживаете, сами чувствуете то, как вы воспринимаете эту ситуацию, ну, вот, которая, которую вы описываете. И здесь, наверное, нельзя сказать, сильно вы загоняетесь или нет. Важно то, что вас это волнует. Важно то, что вас это беспокоит. Важно то, что вас это как-то задевает. Следующий момент. Депрессия. Просто депрессия. Депрессия, это заболевание психическое, которое... Ну, в общем, которое диагностируется врачом, и по которому назначается лечение. Депрессия, это длительное заболевание, это очень серьезное состояние. То, что вы описываете к депрессии, ну, не относится. Это может относиться к депрессивному состоянию. Либо у вас должен быть диагноз депрессии. Тогда вам назначается соответствующее лечение. Я не думаю, что вы говорите о депрессии, то есть вы используете здесь слово, в значениях которого, ну, не очень хорошо понимается. Да? Дальше. Конфликт, который произошел между вами и девушкой, именно конфликт, он не является чем-то необычным. То есть он не является чем-то из ряда вон выходящим, потому что по вашей реакции, по реакции девушки, можно сказать, что противоречия копились. То есть, можно сказать, что вы друг с другом не совсем искренне, что вы друг другу не выражаете искренне своих чувств, что вы друг другу не выражаете в реальном времени спокойно и конструктивно. То, что вам, ну, приятно, то, что вам неприятно, то, что вам нравится, то, что вам не нравится, вы этого не делаете, к сожалению. И из-за этого не конфликт. То есть, вот вы говорите, например, что, значит, вот, давайте, началось всё с её шутки, может, и не шутки, которые я воспринял близко к сердцу. Шутка была, что она пьёт мою энергию. Я не очень понял, какие контексты шутки. Она не... То есть, вот, что вы, ну, как-то вот всё-таки более аутентично нужно бы раскрыть эту шутку, потому что шутка навсегда в контексте. Шутка – это контекст. Вы немножко изменили контекст, и всё, и непонятно, что это, что значит. В чём, как бы, в чём, в чём вот именно соль этого выражения. На что направлено, да? Но вы восприняли это близко к сердцу, и это первый вопрос, который вам нужно задать себе. Как я это воспринял? Как я это увидел? Какие чувства во мне это вызвало? Что представляют собой эти чувства? Следствием чего они являются? Это первый вопрос. Дальше. Я и сказал, позатыльник бы тебе борьбать за эти дела. Ну, здесь, как бы, чувствуется, не знаю, какая-то агрессия. Опять же, понимаете, контекст отношений бывает разный, и если вы, допустим, изначально со своим партнёром придерживаетесь неких, ну, неких таких особенностей, да, неких таких вещей, вот, которые помогают вам, да, которые закрепились в вашем общении, да. То есть, к примеру, некоторые пары могут позволить себе, там, друг друга, ну, я не знаю, там, пинат, пинат, да, там, какие-то ещё вещи делать. То есть, это нормально для этой пары. Что, но нужно понимать, что вот то, что нормально для пар, вырабатывается путём, ну, как бы, вот, устраивания взаимодействия. И люди могут обсуждать и говорить определённые вещи, вплоть до, там, убийств, там, и прочего, друг с другом, любя друг друга при этом, и не обижаясь на друг друга при этом, если они отдают себе отчёт, в каком контексте это говорится. То есть, они, по сути, говорят на языке, понятном друг для друга. Здесь вы явно используете такую форму выражения своих эмоций, такую форму выражения своего состояния, которая девушке по контексту непонятно из-за чего она начинает агрессировать на вас. И если это не свойственная форма выражения ваших эмоций, то важно понять, что вызвало такую форму. Как вы, ну, вот, остановились на такой форме. Вот. То есть, если это агрессия, допустим, то в чём угрозу вы видите для себя, да, если это, если это агрессия. И так далее. И так далее. Ну, вот. Дальше. Я в контакте написал, что она не права и прокритиковала её. Я понимаю, что это была ошибка. Дело не в том, что вы понимаете, что это ошибка. Дело в том, опять же, во-первых, какую цель вы преследовали, написав ей, что она не права и критикуя её. Это первое. Во-вторых, что вы испытывали при этом, да, то есть, вот, из того числа, откуда появилось желание её практиковать и писать ей, что она не права. Я не очень понял, какие числа вот не испытываете к девушке, да, ну, допустим, она вам нравится, допустим, вы её любите, как это у вас вот сочетается с тем, что вы делаете. То есть, да, понимаете, о чём это речь. Ну, и ключевой момент, наверное, в том, что её фраза вас заделывает, да, то есть, её фраза о том, что она пьёт ваших норик, и она её заделывает. Она, как-то вот, вам неприятна. И вы не очень понимаете, зачем она неприятна, вы не очень понимаете, что с этим делать. Это продолжает тревожность, и тревожность, соответственно, воспроизводит желание как-то вот сагрессировать и как-то вот принизить человек. То есть, то, что вы понимаете, что это ошибка, то, что вы отдаёте себе отширп в том, что это ошибка, ну, на мой взгляд, в общем, на мой взгляд, никакой роли абсолютно не играет. Вот. Для вас, я бы сказал, что это наоборот, ещё больше ухудшает ваше состояние, ещё больше ухудшает ваше положение, потому что получается, что вы себя ещё и вините за то, что, ну, как бы, за то, что произошло. Далее, значит, девушка начала писать гадости, если я сумасшедшую, неудачно спросил, почему вы считаете, что это гадости, и как вас задевает, опять же, то, что она пишет. Дальше, вы пишите, я её заблокировал в сети, чтобы не слышать оскорбления, но на сильных эмоциях от амбиры написал ей в WhatsApp, что я не хочу жить после этого и прощай, мне реально хотелось умереть. Вас это очень сильно задевает, плюс, ну, очевидно, что ваше эмоциональное состояние, оно, ну, не совсем стабильно, да, давайте вот, говорите, ну, давайте вот прямо, прямо скажем, что ваше эмоциональное состояние, оно не, оно не стабильно, в том смысле, что как бы неустойчиво, неустойчиво, потому что, ну, не может, не может у устойчивого человека, психически устойчивого человека, не может подобно, вот, подобный, ну, подобная форма обращения не может вызывать такую реакцию. Достаточно, ну, достаточно, ну, достаточно негативную, я бы сказал, да, вот, и то, что вам хочется умереть, это, опять же, скорее всего, эм, просто, эм, ну, подтверждает, эм, тот, вот, тот факт, что у нас есть какие-то, вот, противоречия, внутренние, внутренние противоречия, эм, вот, и мне, эм, мне, эм, кажется, что, эм, на это, вот, на это, эм, на это, эм, в первую очередь, на это нужно обратить, 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 эм, внимание, эм, ваше, именно на это, да, на то, что, вот, эм, есть, эм, ну, какие-то, вот, эм, сложности есть, эм, какие-то, вот, эм, трудности у вас с, эм, вашим, эм, ну, с вашим, эм, ну, с вашим, вот, восприятием, эм, себя, эм, восприятием, эм, может быть, эм, эм, своей, эм, ценности, может быть, все, восприятием, эм, своих, эм, своих чувств, своих эмоций, своих переживаний, своих желаний, своих потребностей, эм, вот, это все, эм, может, эм, играть, эм, какую-то определенную роль, эм, вот, также, я бы, наверное, ну, обратил бы, эм, ваше внимание на то, что, эм, вы, по сути, здесь прибегаете к, эм, эм, такой, эм, манипулятивной, наверное, эм, форм, эм, форме, эм, получения того, что вам хочется, эм, того, что вам нужно, то есть, манипулятивной, форма проявляется в, эм, том, что вы требуете от, эм, девушки, эм, какого-то, эм, ну, какого-то поведения, какой-то, обратной, эм, связи, если угодно, эм, значит, эм, сталкивая ее с, эм, эм, возможностью того, что вы можете, эм, что-то с собой сделать, вот, вот, я думаю, что, подобная позиция, она, эм, не дает вам, эм, какого-либо преимущества, подобная позиция не дает вам, эм, эм, ну, какой-либо ценности в глазах девушка, вот, эм, эм, и уж, эм, совершенно точно, что, эм, эм, девушка будет, эм, ну, девушка-девушка может, эм, обходить, эм, обходить, эм, общение с вами, обходить, эм, взаимодействие с вами, потому что, будет видеть, эм, чувствовать, эм, что, эм, мало ли, вдруг вы, эм, там, эм, с собой, вот, можете что-то сделать, и, эм, что тогда, то есть, вот, ну, как тогда ей, в общем, это вызывает скорее негатив, негатив, да. Эм, прошло 9 дней, она не пишет, эм, не звонит, я тоже ей не звоню, хотя очень-то не скучаю, находился в депрессии от ее слов обидных, ну, вот, эм, весь, опять же, эм, момент, эм, в том, почему эти слова обидные, то есть, эм, чем эти слова обидные для вас, вот, эм, как именно они вас, эм, задевают, чем именно они вам эти слова неприятны, вот, это все, эм, необходимо раскрыть, это все необходимо вам, эм, для себя самого, вам это все необходимо, эм, тем, кто ему не верит, для себя самого понять, потому что, эм, моменты, с моменты эти, эм, они достаточно важны, они достаточно важны, э, вот, они очень, 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 э, сильно, эти моменты важны, важны, вот, Потому что на данный момент вы себе вот отсчета как такового не даете в том, что с вами происходит. На данный момент вы не понимаете, почему я так себя чувствую, почему я так вот переживаю. Вот. Дальше. Значит, так, я по ней скучаю. Скучаетесь вы по ней? Скука по девушке. Есть определенная потребность. То есть, ну, определенная потребность, определенная нуждаемость в ней, то есть у вас есть, ну, у вас есть нуждаемость в девушке. Вот. И важно понять, из чего она состоит эта нуждаемость, что она сюда представляет. Вот. Это очень важный момент, потому что скука здесь, скука это, ну, скорее всего здесь, здесь скука это просто потребность. В чем-то потребность в девушке и нужно понять, что из себя эта потребность представляет. Почему вы, условно говоря, вот, вот, так нуждаетесь в ней, в девушке. Вот. Дальше. Раньше, когда у нас были разногласия, она тоже несколько дней молчала, я первый исчезал на примирение, даже если она не права. Ну, здесь, на мой взгляд, нужно задать вопрос, да, собственно говоря, почему, почему так? Почему вы это делали? Зачем вы это делали? Для чего вы это делали? Ну, для чего вы шли на примирение первым? Если, 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 вот, у вас не было ощущения, что вы это делаете, ну, если вы это делаете по желанию, вот, то зачем? Зачем вы, в таком случае, шли на примирение, да, то есть, вот, какая у этого была цель? Вот. Здесь вы жертвы, здесь вы жертвы, здесь вы выглядите как жертвы, как жертвы. Пару дней назад оправился с конфетами и извинился, что если тебя обидел, то расти очень скучал, но, опять же, здесь это, по сути, не очень понятно, как вы к этому относитесь. Относитесь ли вы к этому, например, как к сознательному действию или относитесь ли вы к этому, как к некому такому вынужденному поступку, вот, который не находит отклика у вас в сознании. Она написала, что получила следы, спасибо, все опять, два дня тишина, надеемся, что она тоже осознает лайк, так и извините и позвоните. Для чего? Зачем? Очень хочу позвонить, но не буду, я тряпка, после этого она будет этим пользоваться и надо ждать, еще пока извините и позвоните. Ну, здесь, опять же, нужно разобраться с вашими чувствами. Через два часа вы пишите, что позвонили ей и что она не оправдала ваши ожидания. Вот здесь мне непонятно, но ним, если вы спрашиваете, то вам нужно, наверное, сначала себе разобраться, а потом что-то делать. То получается, что вы себе не разобрались и начинаете что-то делать. Ну, ничего хорошего из этого не получится. То точно, и вашу проблему никак не решат. Надеюсь, я дал вам пишут ваши мышления, а если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...